Снова рада приветствовать всех в нашей четвертой части цикла уроков по анимации снежинок в Unity, которую, в принципе, как я уже неоднократно говорила, можно будет потом использовать более универсально для каких-то разных проектов, но наша цель изучить инструменты на простых примерах, это делать всегда проще. Мы с вами продолжим сейчас работать с нашей анимацией, мы сделаем ее еще более интересной, мы смешаем несколько видов анимации. Для того, чтобы продолжить работу, я сохранила сначала сцену вот часть 3, сейчас сделаю сохранить как и сохраню с именем part 4, четвертая у нас уже часть. Я буду работать с этой же сценой, просто мои снежинки сейчас будут падать более разнообразно. Как я это буду делать? Вот у меня есть в принципе куб, с которого я вот этот аниматор контроллер, хотя нет, я этот куб удалю, чтобы нам ничего не мешало, это был эксперимент, смотрите предыдущую часть, кто не видел. Я добавлю куб, потому что на нем будет лучше виден эффект, который мы будем применять. Я сразу опять же поставлю его в начало координат, и сейчас мы сделаем так, чтобы наш объект вращался, то есть, а потом мы две анимации смешаем и получится, что снежинка падает и вращается одновременно. Но для этого мы делаем анимации разные, в принципе, это можно делать в одной анимации, но если я захочу использовать эту анимацию неоднократно, лучше делать отдельным таким элементом. Итак, выделяю наш куб, в окне animation создаем новую анимацию и назову эту анимацию rotation вращение. Все то же самое, но сейчас мы будем работать с другими параметрами нашего объекта. Раньше у нас менялись значения position, а сейчас rotation. И смотрите, как мы будем поступать с rotation. Сейчас мы не будем вращать наш объект, потому что я хочу, чтобы он вращался на 360 градусов, то есть полный оборот делал. Соответственно, начальное значение rotation у нас будет 0, и я просто должна создать ключевой кадр. Чтобы создать ключевой кадр, нажимаем правую кнопочку мыши на соответствующих параметрах и выбираем add key. Вот у нас добавился ключевой кадр с нулевыми значениями. И сейчас, я тоже не знаю, сколько времени это займет, но давайте тоже 3 секунды, потом можно будет это модифицировать. И мы будем вращать объект. В принципе, вот для вращения у нас есть вот этот инструмент вращения вокруг оси Y, вокруг вертикальной оси. Здесь это не видно, поскольку мы в режиме 2D. Вот наша зелененькая ось. В принципе, я могу зажать левую кнопку мыши на этой оси, хотя на самом деле это вот такая же окружность, просто она лежит в плоскости и кажется, что ось. И вот видите, я вращаю, то есть вращение вокруг оси Y. Я сейчас не буду заниматься вращением на 360 градусов, у меня точно все равно не получится, хотя можно зажать специальную клавишу, и это получится, но проще всего здесь написать 360. И если я сейчас протестирую эту анимацию, вот я вижу, кубик вращается ровно на 360 градусов, меня это более чем устраивает. Опять же, мне не нужен сам кубик, мне нужна только анимация, поэтому кубик я на сцене спрячу, потом на его основе мы сделаем еще одну анимацию, а созданную анимацию Rotation мы поставим на наши снежинки. Но сделаем мы это следующим образом. Мы не на сами снежинки будем добавлять эту анимацию, а создадим еще пустые объекты. Но давайте я возьму вот эту нашу центральную снежинку. Кстати, я ее сместила немножко неверно и немного ввела в заблуждение и себя тоже. Но когда пишешь урок, я прошу прощения, это не всегда просто все предусмотреть и учесть. Кстати, я прошу прощения, в предыдущей части неудачно поэкспериментировала с настройками кликов мыши, и там этот противный звук, его убрать, к сожалению, слишком сложно. Но больше не буду так делать, не проверила сразу. Здесь тоже небольшая неточность, нам не надо, чтобы было смещение внутри нашего объекта, поэтому здесь должен быть 0, здесь делаем reset, а если вот этот point мы сместим вверх, то в принципе начало движения снежинки будет как раз таки все-таки из этой точки, они не будут идти параллельно. Вот давайте проверим. Смотрите в окно сцены, здесь лучше видно, эта снежинка начнет падать вот где-то из этой точки, а вот эта немного выше. Смотрим. Вот видите, она все-таки немножко выше начинает. И в принципе вот совсем не обязательно делать несколько разных анимаций, можно просто смещать позицию начала падения снежинки. Важно только лишь, чтобы по длине траектории нам ее было достаточно, чтобы снежинки прядались за пределами сцены. Но сейчас вернемся к нашей задаче. мы сделали вращение кубика и сейчас это вращение мы будем использовать, например, для вот этой нашей центральной снежинки, она будет падать и вращаться. Соответственно, мы создадим внутри вот этого пустого объекта еще один пустой объект и сделаем нашу снежинку дочерней от этого уже объекта. А на этот объект мы накинем анимацию вращения. Так, где наша rotation? Вот. Вот таким вот образом. И сейчас у нас будет смешиваться одна анимация с другой анимацией. Давайте посмотрим, как это выглядит. Не знаю, успеваете вы заметить или нет. Вот снежинка вращается, она просто очень быстро падает. Давайте я настрою скорость ее все-таки сделаем поменьше. Ну, конечно, не отрицательно, но вот еще вообще совсем медленно. Пусть она у меня падает, чтобы мы успели рассмотреть. Так, по всей видимости, совсем... А, ну, конечно, 0,06. Это совсем медленно, как у меня это получилось. Вот она летит и вращается. Очень даже, в принципе, может быть интересно в некоторых случаях. И обратите внимание, несмотря на то, что у нас 2D спрайт, все равно эффект вращения виден. Опять же, экспериментируя со скоростью анимации, а эту скорость мы уже можем настраивать здесь. То есть мы можем сделать так, чтобы снежинка вращалась быстрее. мы сможем достичь каких-то еще дополнительных эффектов. Вот она быстрее вращается. Есть один маленький момент. Вот она вращается и как бы останавливается на какое-то мгновение, потому что мы вращаем снежинку от 0 до 360 градусов. Получается как бы два кадра, условно говоря, в одной позиции. Потому что 0 и 360 – это одно и то же. Поэтому, возможно, нужно было поставить от 0 до 359. Ну, это уже экспериментируйте самостоятельно, пожалуйста. И сейчас еще мы добавим другой эффект. Я опять использую наш кубик. И для этого кубика я создам еще одну анимацию. Но, опять же, она нужна мне не для самого кубика, а для использования потом для своих снежинок. Я сделаю так, чтобы снежинка качалась из стороны в сторону. И у нас будет базовая анимация перемещения нашего кубика влево-вправо. И сейчас мы создадим новую анимацию. Но как это сделать, когда у нас уже есть одна анимация? Мы нажимаем вот здесь вот на кнопочку, где написано название анимации. И делаем Create New Clip. Это у нас будет новый клип, новая анимация. И сейчас мы сделаем качание. Качание по-английски Swain. У меня уже тут есть такое слово. Но я напишу, может быть, не совсем грамотно, но напишу Swain. Качание. И теперь нам нужно сделать что? Нам нужно сделать так, чтобы в начальном кадре наш объект был немножко левее, в конечном немножко правее. И в цикле это происходило неоднократно, вот это качание. Нажимаем запись. Слегка смещаем влево. И смотрим внимательно, какая меняется координата. Меняется координата уже не Y, смотрите, а X. Ну и, допустим, я сделаю симметрично. Здесь у нас будет минус 1. А справа, допустим, через секунду у нас должно быть плюс 1. То есть я убираю вот так. То есть если я сейчас нажму Play, то вот у меня происходит вот таким вот образом. Но мы видим, что когда циклически повторяется анимация, то происходит такой сброс небольшой. Соответственно, мне нужно первые кадры продублировать еще раз. И смотрите, как я это сделаю. Совсем не обязательно ставить запись. Я просто могу скопировать вот эти кадры. Я нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-C. И на позиции 2 секунды Ctrl-V. Все, я продублировала вот эти вот положения. И теперь, если я нажму Play, то у нас происходит смещение влево-вправо. Такое качание. Давайте сейчас эту анимацию присоединим к какой-либо из наших снежинок. Ну, конечно же, давайте я не буду уже все на одной. Давайте на первой снежинке сделаем такое качание. И тоже мы сделаем что? Мы сделаем еще один пустой объект. И тоже нашу снежинку сделаем дочерней от этого объекта. Следим за тем, чтобы везде были у нас 0,0,0. Это важно. И находим нашу анимацию. И накидываем на вот этот тоже объект. Опять же, две анимации смешаются, и мы получим эффект качания. Опять же, им надо будет потом немножечко поуправлять. Но сейчас протестируем. Вот видите, снежинка так вот курсирует таким вот уже образом диагональным чуть-чуть. Очень даже неплохо. Но единственное, что я вижу, что надо тогда сместить немножко вправо, чтобы было лучше видно. Опять же, управлением скоростью проигрывания этой анимации мы можем достичь большего или меньшего смещения. Точнее, угла смещения. Например, если мы сделаем немного быстрее, то посмотрим, что будет. Она быстрее так вот себя ведет. Менее естественно. Поэтому, мне кажется, что нужно медленнее сделать, чтобы едва-едва было заметно вот это качание. Вот такие дополнительные эффекты, и уже снегопад у вас будет более разнообразным. Понятно, что кубик нам на сцене совершенно не интересен. Давайте его спрячем. Если захочется сделать еще какие-то вращения вокруг других осей, пожалуйста, экспериментируйте. Можно все это делать. Можно все эти три вида анимации совместить в одном объекте, но тогда это будет все вместе. И, соответственно, управлять всеми тремя параметрами одновременно будет еще сложнее. Мне кажется, что смешивание это более такой универсальный и гибкий способ. Для каких-то снежинок я могу добавить вращение, для каких-то смещения какие-то будут падать прямо и быстро. То есть просто экспериментируя со скоростью можно сделать интересный снегопад. Создавайте свои проекты, делитесь своими результатами. Можете присылать ссылки на просмотр. Экспериментируйте с анимацией с разными параметрами. Я думаю, что у вас получится еще интереснее. А мы встретимся уже в следующих частях, где начнем создавать анимацию с использованием программирования. До новых встреч!